Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами много говорили об Андрее Малахове. И я неоднократно говорил, что действительно человек талантливый, ведущий талантливый. Потому что огромное количество людей любят его субботнюю программу «Привет, Андрей!» И программа, которая стала выходить по пятницам. Сегодня пятница, по-моему, называется. Действительно интересные программы, и он создает очень такую дружественную обстановку, атмосферу. И очень многие люди смотрят, и смотрят с удовольствием. И пишут об этом в комментариях. Но вот программа, которая выходит каждый день, это, конечно, то, что смотреть невозможно. То, что просто-напросто вселяет в людей чувство страха, агрессию какую-то насаждает, просто тотальную. Потому что так называемые эксперты, культурный слой, орут так, что просто иногда диву даешься, что это эксперты именно. Впечатление, что это именно герои программы. Вот именно на этих диванах сидят герои программы. И название этой программы соответствующее лечебное учреждение. Друзья, считаю, что эта программа, она необходима для того, чтобы доносить определенное мнение до людей, формировать общественное мнение. И, конечно, если, понимаете, человек счастлив, то он никого не хочет слушать, он будет отстаивать свои права и так далее. А если человек загнан, без денег, да еще и насаждают на него вот через эти программы страх, агрессию и так далее. Человекам легче манипулировать, легче управлять. Вы понимаете все, что я хочу сказать, да? Не стоит все это и произносить. Сегодня стало известно, что Андрей Малахов нашел новую работу. Он стал ведущим нового ток-шоу с колл-центром в прямом эфире. Нам еще с вами предстоит оценить, что это такое. Андрей Малахов с 28 февраля сообщает, СМИ запускает на телеканале «Россия-1» новое ток-шоу «Малахов» будет называться. Сообщает пресс-служба канала. Друзья, я хочу сказать, что очень бы хотелось, чтобы эта программа не была из-за разряд больших стирок, которые Малахов успешно притворяет на телевидении уже на протяжении, наверное, 20-25 лет. Потому что все-таки, мне кажется, это уже последний рубеж просто какого-то нравственного, духовного развития подрастающего поколения, молодежи. Да и не только. Молодежь не смотрит давно уже телек, она вся в интернете. Но вот огромное количество людей продолжают смотреть и смотрят эти программы. И это ужасно. Это на самом деле ужасно. А запрос у людей совсем на другое. Недавно проводили опрос общественного мнения. Люди хотят видеть программы о космосе, об истории. Программы, действительно, которые будут формировать какие-то духовные, морально-нравственные ценности у молодежи. Этого ведь ничего нет. Понимаете, в чем дело? И это очень опасно. Значит, в сообщении говорится, что фамилия Малахов давно стала настоящим телевизионным брендом. А ведущему свои сокровенные тайны доверяют не только простые телезрители, но и знаменитости. Многие, кстати, после того, как он позвал их доверить ему их тайны, значит, в этой программе, которая выходит каждый день, с ним в очень плохих отношениях и, собственно говоря, зуб на него точит, главным отличием, потому что так выстраивают шоу, что, собственно говоря, там очень много неожиданностей для тех людей, которые приходят на одну программу, попадают вообще абсолютно совершенно в другую. Главным отличием нового ток-шоу станет колл-центр, который будет развернут прямо на съемочной площадке и будет принимать телефонные звонки в прямом эфире. И вообще довольно интересная задумка, но мне просто интересно. Это колл-центр, когда будут звонить необходимые люди или кто-то будет звонить. То есть Малахов, наверное, он будет как бы на... Типа как, я не знаю, как сказать, прямая линия вроде того, что ли, когда люди звонят и сообщают там о своих бедах, что ли, вот вроде того. Интересно, конечно, посмотреть, что это такое будет, но у меня почему-то ощущение, что ничего хорошего не будет, не знаю. Надо смотреть. В своем новом шоу Андрей Малахов как раньше будет держать руку на пульсе жизни страны каждый вечер, каждый вечер на телеэкране откровенная история героев, которые способны взволновать любого человека. Добавили в пресс-службе. Значит, друзья, это, конечно, довольно интересно, но опять-таки еще раз скажу, что мы с вами неоднократно уже говорили, что острый дефицит именно тех программ, которые развивать будут, которые будут влиять на человека положительно, а не отрицательно, не формировать страх, агрессию, самые негативные все чувства. Поэтому, когда, вы знаете, все превратилось в то, что смерть публичного известного человека, рейтинг, об этом Малахов говорил абсолютно открыто в интервью Алене Блин на Ютубе, он говорил, что смерть более известного человека, это более высокий рейтинг программы, смерть менее известного, менее высокий рейтинг программы. Тогда очень многие возмутились и говорили о том, что это очень цинично, называть и измерять смерть, связывать с рейтингом. Потом после смерти идет традиционно программа, связанная с дележкой наследства. Потом программа внебрачные дети, и это может продолжаться бесконечно долго. Потом опять по новому кругу вспоминают тех, кто уже ушел 3 года назад, 5 лет назад, и по новой опять про них программа. Кто-то нашелся новый сын, новая дочь. Ну каждый день же надо что-то выпускать. Каждый день что-то нужно чем-то шокировать. Но каждый день шокировать не удастся. Поэтому нужно что-то придумывать. Вот они уже, мне кажется, напридумывали так, что уже сами запридумывались. Поэтому интересно ваше мнение. 28 февраля мы увидим сие зрелище. Прямой, значит, Малахов будет называться, с колл-центром в эфире. То есть люди смогут звонить, видимо, и рассказывать о своих бедах. Вы знаете, я думаю, что это будет мужское и женское в новом обличии. Потому что то, что сейчас есть мужское и женское, у него, кстати, большой рейтинг, хотя я считаю, что эту программу незамедлительно нужно закрыть. В первую очередь из-за поведения ведущих. Как они оскорбляют и унижают этих людей. Может и есть за что, может там они самые, не знаю, но Барановская, которая сама сидела, плакала, что ей там деваться некуда, ее взяли на телевидение, уже, по-моему, настолько взлетела в небеса, что нельзя так относиться все равно. И в данном случае там же, прямо вот, что называется, вот из самого днища, да, фактически. И вот, мне кажется, здесь что-то будет подобное. Но в другом, в другой обертке. Не знаю. Пишите, друзья, ваши комментарии, что думаете насчет нашего телевидения, хотя мы с вами этот вопрос неоднократно поднимали. Я считаю, что всю ветку, всю сетку вещания нужно просто изменить полностью. Кроме одной программы. Судьба человека Корчевникова. Ее нужно оставить, потому что она действительно классная. С вами был Будда Гришин, друзья. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришина Лайфа. Инстаграм Будда Гришина Нижняя, подчеркивая, единичных на латинице. На русском Будда Гришина Три Российских Флагов. Всем пока, друзья. До встречи.